В ночь на 13 апреля в Агинском районе сгорели десятки домов и 11 чабанских стоянок, сообщили корреспонденту Запмедиа.ру в Агинском отделе полиции. В селе Баян-Булак сгорели 20 домов из 35. Население эвакуировано в соседний населенный пункт Цактохангил. В селе Судунтуй сгорели 8 чабанских стоянок, одна стоянка в селе Будулан и две в селе Гуней, рассказали в полиции. В Агинский район в срочном порядке выехал губернатор Забайкальского края Равильгин Атулин. У МВД края в отношении неустановленного лица возбудило уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Проводятся необходимые следственные мероприятия. С начала пожароопасного периода в районе полностью сгорела одна животноводческая стоянка, а 9 апреля огонь почти вплотную подступил к жилым домам в районе Бомгоры поселка Агинское. Также во второй половине дня, 12 апреля, к окраинам села Бальзой у Лётовского района подошли несколько степных палов. Один из них не удалось держать. Огнем уничтожен дом по улице Школьная 1, в котором проживала семья Титовых. Никто из пяти человек, двух взрослых и трех детей не пострадал. Один из степных палов в окрестностях Бальзой удалось остановить около асфальта бетонного завода. Третий пал потушили на подходе к улётам. За Байкальским следственным управлением Следственного комитета России возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников Могочинского отдела полиции по фактам применения ими насилия к четверым жителям Могочи. По версии следствия, сотрудники отдела неоднократно применяли пытки к задержанным, заставляя их подписаться под чужими преступлениями. Павла Ланшакова люди в погонах пытали оголенными проводами под напряжением. Андрея Пегова пытали с помощью противогаза, перекрывая воздух и отравляя его парами ацетона и табачного дыма. Они одели противогаз, зажимали его, чтобы у меня не было, не хватало воздуха. Что ты чувствовал, когда не хватало воздуха? Задыхался? Я задыхался, кружилась голова. Дальше что было? Один из сотрудников закурил сигарету, взял шланг от противогаза и дул туда. После того, как Циренов снял противогаз, я увидел у него в руках металлическую наподобие спицы. Он взял правую руку и затолкал мне в левое ухо. Однако руководство Забайкальской полиции поспешило заверить общественность, что молодые люди, обвиняющие полицейских в истязаниях, сами неоднократно имели проблемы с законом. Правозащитники назвали такую реакцию предсказуемой. К сожалению, реакция руководства ОМВД оказалась для нас предсказуемой. Почему к сожалению? Потому что нельзя сегодня таким образом реагировать на очевидные сообщения о тяжких должностных преступлениях. Мы видим, что в очередной раз руководство ОМВД пытается дискредитировать жертв полицейского преступления, дискредитировать их в глазах общественности. С чего они начинают? С того, что якобы один из потерпевших ранее привлекался к уголовной ответственности. Да, привлекался. Ну и что с того? Получается, что ОМВД делит жителей Забайкальского края на людей разного сорта. Мы с удивлением почитали информацию в пресс-релизе ОМВД края о том, что один из потерпевших, Андрей Пеков, оказывается, тоже имел конфликт с законом. В настоящее время в отношении его уголовное дело должно передаться в суд. Ничего подобного мы от Пекова не слышали. Он сам удивлен и говорит, что на протяжении длительного периода времени он ни разу не вызывался ни в отдел в милиции, полиции, ни в следственный отдел. И никто к нему не предъявлял обвинения в совершении какого-либо преступления. И он ни сном, ни духом не знает о том, что оказывается, по информации ОМВД, он должен скоро пристать перед судом. 13 апреля стало известно, что в Могочу выехали работники Забайкальской краевой прокуратуры. Они проводят прием местных жителей, принимают жалобы и обращения граждан о применении неправомерных методов дознания и берут все факты на контроль. Вполне возможно, что нелицеприятных фактов в работе Могочинских полицейских может оказаться больше. Исполняющий обязанности министра спорта Забайкальского края Сергей Мятишов прокомментировал корреспонденту Забмедиа.ру дисквалификацию забайкальской спортсменки по тяжелой атлетике Виктории Доставаловой. По словам Мятишова, отстранение титулованной Забайкалки от выступления на соревнованиях – результат борьбы за место в большом спорте. Да, действительно, в общем-то, тот анализ, который показал, он подтверждает применение допинга. Но хотя сама Виктория говорит, что ничего подобного такого не было, чтобы могла подтвердить такой результат. Но это сказывается, между прочим, еще и тем, что идет такая серьезная борьба у нас в стране за выход, соответствующий уровень соревнований. Я думаю, что вполне может и вероятно быть таким образом, что и это тоже повлияло, ну, не так и принципиальную позицию наших допинг-контроля. В декабре прошлого года мастер спорта международного класса Виктория Доставалова стала победительницей Кубка России по тяжелой атлетике и в предстоящем спортивном сезоне на нее возлагались большие надежды. Между тем тренер Виктории Вадим Карасев заявил, что перерыв в спортивной карьере пойдет Виктории только на пользу. В течение года Вика отдохнет, а затем с удвоенной силой начнет подготовку и вновь добьется достойных результатов, сказал тренер Вадим Карасев. УАЗ, который 4 апреля вручили администрации села Нижняя Гирюнина Балейского района, оказался неисправным. Руководство населенного пункта обратилось за советом в редакцию Запмедиару, поскольку не знает, как поступить с машиной. Прокомментировать ситуацию мы попросили специалисты Министерства территориального развития края. Но связавшись с руководителем сельской администрации, мы выяснили, что не помог гарантийный ремонт. Мы связались с СТО города Чита, где проводят гарантийный ремонт. Договорились с ними о ремонте. К назначенному сроку мы доставили машину на жесткой сцепке. Ремонт на СТО длился часа два. После этого нам сказали, что машина исправна и что ее нужно забрать. С Читы мы доехали нормально на машине и она еще нам где-то, еще две недели мы проездили на ней. И после того, как две недели прошло, водитель мне сказал, что в машине слышен стук в двигателе. Да, так стоит сломана. Вопросы об автомобиле в Нижнем Гирюниной по сей день остаются открытым. Как ранее сообщала Азапмедиару, 4 апреля администрация Забайкальского края вручила главам сельских администраций 50 УАЗов таблеток. Всего в нынешнем году выделено 100 миллионов рублей на приобретение техники для муниципалитетов. Чуть ли не главная трудность в борьбе с пожарами сегодня – шквальный ветер, порывы которого достигают 23 метров в секунду. Синоптики говорят, что завтра, 14 апреля, погода немного успокоится. Порывы будут достигать 18-21 метра. Осадки вероятны лишь по западным и северным районам. 15 апреля дождя и снега не ожидается. Ветер сменится на юго-западный, будет порывистым 7-12 метров в секунду. Порывы – до 13-18 метров. Но это будет уже теплый ветер. Ночные температуры сохранятся в пределах минус 4-9 градусов. Днем потеплеет до 6-11 градусов выше нуля. В понедельник, 16 апреля, в Забайкале приходит циклон из Монголии. Он распространится на западные и южные районы. Ночью осадков не ожидается. Днем возможен небольшой мокрый снег, дождь. Ветер западный теплый 7-10 метров в секунду. Порывами – до 10-15 метров. Ночные температуры ожидаются 1-6 мороза. Дневные – на преобладающей территории края – плюс 12-17 градусов. Однако в конце недели ветра вновь дадут о себе знать. Есть ли вероятность того, что вот такие же шквальные ветра, как на предыдущих выходных, как вчера, например, они повторятся? Исключить, исключить этого нельзя. Потому что хорошее пятно вот с 18-19 вывезло за Забайкале. И поэтому вот с 19-го не рассчитываем на хорошую погоду на этот день. Есть вероятность вот с 20-го и даже 20-го числа усиления шквали с поветра. 13-го апреля на пресс-конференции в Краевом министерстве спорта Читинская биатлонистка мастер спорта Маргарита Филиппова поделилась своими впечатлениями о прошедшем чемпионате мира, на котором она завоевала бронзовую медаль. Отбор у меня был очень сложным, так как болела сильно спина и не было никакой надежды даже, чтобы попасть на чемпионат мира. Со стрельбой было нормально все. Бежала я, в принципе, через боль, конечно, но старалась. Я не поверила своим ушам, что я была третья. Все так нормально пробежала. Ну, я уже не первый раз участвовала на таких крупных соревнованиях. Ну, никогда не получалось почему-то ничего. Очень сильно хотелось, наверное. А здесь уже никакой ни надежды, ничего не было. Тренер Маргарита Людмила Панова довольна выступлением своей воспитанницы, а также еще двух своих спортсменов – участника чемпионата мира среди юношей 2012 года Александра Дедюхина и победителя всероссийских соревнований 2011 года Владимира Брудинского. Прошедший сезон мы отработали, так скажем, неплохо и пытались посмотреть взрослый биатлон, так как школа у нас молодая и взрослая команда у нас практически первый год проехала все этапы Кубка России, как бы сделали свои выводы, посмотрели, как нужно бороться и как можно бороться с нашими соперниками. Конечно, очень сложно. Сезон следующий будет очень тяжелым. По словам Панова, забайкальские биатлонисты в подготовке к соревнованиям испытывают финансовые трудности, что, несомненно, отрицательно скажется на результатах забайкальских биатлонистов в предстоящем спортивном сезоне. Бороться с такими командами, с такими регионами, как Тюмень, как Мордовия, как Красноярск, очень сложно. Да, у них, да, действительно, профессиональный подход к биатлону. У нас, как бы, еще пока такой, скажем, более любительский. Когда команда приезжает, оснащенная полностью сервис-бригадой, приезжают массажисты, обязательно есть доктор для участия в чемпионате России. Соответственно, экипировка полностью, тестовые лыжи и все остальное. Когда спортсмен не думает и не заботится ни о чем, он знает, что после финиша у него пройдет и восстановление нормальное, ему не надо беспокоиться о лыжах. Это, конечно, совершенно другой уровень. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру